Жихары Крычева одними из первых отримали тепло в квартирах. Топить тут начались 7-го костричника. 10-го костричника отепление начинают включать по всей области. Во все районы накированы ответный лист до ручения Могилевского Аблова-Конкама. С подробностями Олеси Рыбалка. Помощник выхователя позвучит надеянно укутывая малых. Однако у помешканья уже значительно теплей. Некоторые малые легли на отпочинок навод без пижамок. Вчера у нас подключили отопление. Батарея горячая. Комфорт ощущается, очень тепло, хорошо. Наприклад, у бабруйских садках, школах и медицинских установах тепло почали включать еще с 5-го костричника. У Могилеве наприконцы минулого тыдня. С 9 октября начата подача тепла в детские и дошкольные учреждения, школы, учреждения здравоохранения. На сегодняшний день все указанные объекты подключены и прогреваются. В жильевом фонде Могилева запуск системы тепления почался 10-го костричника. Работникам ЖКГ предстоит подключить до тепла амаль 2 тысячи шмат-кватерных домов областного центра. С ранницы батареи почали теплеть у домах по улице Першамайской. Вось, например, тут у доме под номером 64 тепло навод у подъезде. Те дали тепло, мы запытались и у жихоров дома. Все включено, все отлично. А когда начали включать? Сегодня. С утра? Да. Засылки на тепловых пунктах доручено открыть и во всех райцентрах. В десятках костричника ответный лист доручения подписал наместник старшини Аблвыконкама Дмитрий Янков. На полный запуск системы тепления отводится три дни. По информации Аблхидромета, прогноз середнесуточных температур на ближайшие пять ден низкий. Например, 11-го костричника только 5 градусов, а 14-го и у вогле меньше за 4. Алисер Балка, Юрий Авластов, Новинргион.